Я хочу сказать, что в десятке я знаю, что я делаю максимум для того, чтобы отдавать всё, что я могу. Но когда я слышу эти отрывки, которые мы изучаем, у меня страх, что я никогда этого не смогу сделать. Настоящий страх, который я ощущаю, все эти миры. Я понимаю тебя, но это неправильно, потому что каждый будет обязан. Это не зависит от нашего желания. От нашего желания зависит только ускорить наше развитие. Но то, что мы должны будем прийти к этому и исполнить это, в этом нет никакого сомнения. Это не наш выбор. Наш выбор только ускорить развитие в приближении к Творцу. Но в этом разница между путём Ахишена, ускорением, и Бейто в свой срок, и Бейто, то есть в своё время. То есть мы должны будем все прийти к этому, без всякого сомнения. С одной стороны, с другой стороны, мы можем ускорить состояние, приблизить его. И это в наших возможностях. Насколько мы в этом будем вкладывать. В этом весь выбор, который у нас есть. Быть или на обычном пути, как весь мир идёт в потоке, и может быть направленным только страданиями. Или мы стараемся развить в себе желание, стремление к Творцу. И это продвинет нас быстрее, легче, более прекрасным образом. В этом разница. Поэтому тот, кто уже получает эту помощь от Творца призыв, от Творца приближает себя к пути, начинает учиться, чувствовать, слышать, что есть возможность войти в духовность, прийти к вечному процессу, а не жить, как животное в этом мире. А потом всё, умер, ничего не осталось. И снова начинать следующий кругооборот с того же Решимо, который я получил до этого. Это всё зависит от выбора человека. А его выбор не в том, что он принимает, не принимает эту возможность, а как он реализует эту возможность. То, что он родился человек и получил побуждение к процессу, понять, зачем живёт, почему живёт, что есть у меня от этой жизни и так далее, со всеми этими вопросами. Это не зависит от человека. Но потом его выбор, насколько он в конечном счёте продолжает, пока не раскроет, что объединение с товарищами и обращение к Творцу, это, по сути дела, те действия, которые продвигают его к Ахишену, то есть выше времени достичь цели жизни.